Друзья, всем привет! Вчера мы наконец съехали с этой ни в чемной квартирой, вообще бестолковой. Я, честно говоря, в Турции очень редко встречаю какие-то такие разочарования, и вот это, пожалуй, одно из них. Во-первых, в этой квартире нет нормальных толковых, не было подъездных путей, не было нормальных, потому что здание очень новое, комплекс очень новый, и поэтому они даже элементарно не успели заасфальтировать, сделать дорогу к нему. То есть мы ездили постоянно по какой-то грязной такой дороге, она даже не каменистая, а просто грязь в перемешку с какими-то мелкими камушками. И, короче говоря, самое первое разочарование, это, конечно же, была дорога. Потом мы, когда туда зашли, мы поняли, что там мы первые, и вообще там много месяцев никто не жил, и соседи тоже не живут, и, короче говоря, комната остыла, вообще здание все полностью остыло, и, ну, чтобы его согреть, мы потратили, я не знаю, сколько там времени. Короче говоря, мы ее более-менее разогрели, на следующий день там вроде более-менее так тепло было, но когда мы приехали вчера вечером домой, мы поняли, что во всем комплексе нет электричества, просто отключено было электричество, и, соответственно, не работали ни насосы, не работали ни кондиционеры, вообще ничего не работало, то есть просто темное здание ночное стоит, и мы пытались связаться с хостом, хозяином, ну, уже было поздно, и он очень плохо нам отвечал, очень медленно отвечал. Я потом загуглил, это у них компания большая, там у этой компании, там, я не знаю, несколько сотен квартир, может быть, даже тысяча квартир, и там группа человек, где-то из 10 человек управляют всеми этими квартирами, как-то их чистят, как-то их ремонтируют, как-то сдают в аренду, и, в общем, посуточно, и вот так вот это у них все получается, но, естественно, они это все качественно не успевают делать, и получается это все не очень хорошо. Вот. Тот человек, который нам дали контакты, тот человек, который этот, он сказал, типа, завтра отремонтируют, типа, подождите до завтра. Но спать там уже было невозможно, поэтому мы просто оттуда съехали, и я написал вагоду, отправил им это все видео, фотографии, они сказали, что они, как бы, сделают возврат этих денег, вернут эти деньги на счеты года. Но дело не в этом. Дело в том, что на фотографиях, там, на картинках было все совсем по-другому, и такое в Турции можно встретить нечасто, конечно, но можно встретить, что на фотографиях у них все чисто, красиво, так все отфотографировано красиво, а вы потом туда приезжаете, и там наступают разочарования. Либо отель старый, либо отель просто ушатанный, либо еще что-то. Но здесь даже дело не в том, что отель, это не отель, и, ну, то есть там не было элементарно рецепшен, а куда можно было подойти и сказать, что, допустим, там не работает свет, или там еще что-то не работает. То есть в любых отелях есть рецепшен, и вы можете на этот рецепшен подойти и вообще попросить все, что угодно. Фен, утюг, вообще все, все, что вам может понадобиться, владельная доска в любом отеле, даже самом стрёмном, можно это попросить, и вам, в принципе, это дадут. Так как здесь никого нет вообще, это здание, я не знаю, сколько там квартир, ну, там 8 квартир, наверное, квартир 40 в общей сложности в этом здании. И я вчера посмотрел, там, по-моему, заселено было только около пяти. То есть, когда вы снимаете квартиру, я бы вот на самом деле никогда бы не начал снимать квартиру, никогда бы туда не поехал. Если бы нам не нужно было бы постирать вещи, мы туда приехали только из-за того, что у нас накопился, полный мешок вещей, очень большой. И, ну, мы их стирали, грубо говоря, два дня, и даже не достирали, потому что вот вчера просто электричество нафиг отключилось. Он очень плохо нам отвечал, очень медленно отвечал. Я потом загуглил, это у них компания большая, там у этой компании, там, я не знаю, несколько сотен квартир, может быть, даже тысяча квартир, и там группа человек, где-то из десяти человек управляют всеми этими квартирами, как-то их чистят, как-то их ремонтируют, как-то сдают в аренду, и, в общем, посуточно. И вот так вот это у них все получается. Но, естественно, они это все качественно не успевают делать, и получается это все не очень хорошо. Тот человек, который нам дали контакты, тот человек, который этот, он сказал, типа, завтра отремонтируют, типа, подождите до завтра. Но спать там уже было невозможно, поэтому мы просто оттуда съехали, и я написал в Агоду, отправил им это все видео, фотографии. Они сказали, что они как бы сделают возврат этих денег, вернут эти деньги на счет Агода. Но дело не в этом. Дело в том, что на фотографиях, там на картинках было все совсем по-другому. И такое в Турции можно встретить нечасто, конечно, но можно встретить, что на фотографиях у них все чисто, красиво, так все отфотографировано красиво. А вы потом туда приезжаете, и там наступают разочарования. Либо отель старый, либо отель просто ушатанный, либо еще что-то. Но здесь даже дело не в том, что отель это не отель. То есть там не было элементарно рецепшена, куда можно было подойти и сказать, что, допустим, там не работает свет, или там еще что-то не работает. То есть в любых отелях есть рецепшен, и вы можете на этот рецепшен подойти и вообще попросить все, что угодно. фен, тюб, вообще все, что вам может понадобиться, гладильная доска в любом отеле, даже самом стрёмном, можно это попросить, и вам, в принципе, это дадут. А так как здесь никого нет вообще, это здание, я не знаю, сколько там квартир, ну там 8 квартир, наверное, квартир 40 в общей сложности в этом здании. И я вчера посмотрел, там, по-моему, заселено было только около пяти. То есть, когда вы снимаете квартиру, я бы вот на самом деле никогда бы не начал снимать квартиру, никогда бы туда не поехал. Если бы нам не нужно было бы постирать вещи, мы туда приехали только из-за того, что у нас накопился полный мешок вещей, очень большой. И, ну, мы их стирали, грубо говоря, два дня, и даже не достирали, потому что вот вчера просто электричество нафиг отключилось. И всё, то есть отключилось электричество, насосы не качают, воды нет, кондиционер не работает, всё, вы там как в пещере, вы ничего не можете сделать, стены холодные, и всё, грубо говоря, вы заплатили 600 лир за то, что вы живёте в холодных каких-то стенах. Вот, естественно, я это всё сразу задокументировал, и сейчас буду с ними пытаться по-хорошему. Если они не будут адекватны, то придётся через визу делать возврат, отмену этой покупки просто и всё. Поэтому, друзья, никому не рекомендую останавливаться в Турции, в каких-то вот таких вот квартирах, гостевых домах, ещё в чём-то в таком. Вот мы сейчас с вами едем, и вот с левой стороны у меня без остановки отели. Один больше другого, один круче другого. Турция – это, наверное, страна отелей, я бы её назвал, и здесь очень много отелей. Вы приезжаете в отель, вас встречают, угощают сразу каким-то напитком, сразу чаем, прям сразу с рецепшена, ваши сумки берут, помогают вам их занести до квартиры, до номеров. В номере вас ждёт уже вода, всё, тёплая кровать, всё белое, чисто, горячая вода есть обязательно в отеле. Вот. Ну, и если это, конечно, не какое-то там исключение за какие-то копейки, или просто какой-то отель, который, ну, просто неудачный отель, попался и всё. Поэтому вообще никакого смысла нет останавливаться в квартире. Это, во-первых, в квартире выходит дороже, во-вторых, там неудобно. Вот мы вчера жили, вернее, мы сколько там времени жили, она, вроде бы, они пишут там 60 квадратов, ну, естественно, там 60 квадратов нет. И там как-то всё вот так наставлено, одно на другом напихано, и там даже разойтись двум людям тяжело. Может быть, одному человеку как-то можно было жить, но всё равно. Это как-то так всё, не знаю, некомфортно, магазин далеко, дороги нет, там ничего не работает, спортзал ничего не работает, детская комната тоже толком не работает, лобби, везде холодно. И вот вам показывают эти все красивые баржи-прошюрки, как это всё строят, как можно в это инвестировать деньги. А по факту оно вот так вот делается, теплян, изначально плохо строится, потом это всё отвратительно управляется, как попало. Потому что в Турции, ну, народ, он такой, постоянно на Чили, на Расслабоне, потому что здесь постоянно праздник, курорт, и они здесь особо так не напрягаются, здесь никто не тратит время на какие-то, на то, чтобы сконцентрироваться на работе, и на вот такие мысли, на это время особо люди не тратят. Поэтому, друзья, очень будьте осторожны, когда вы вкладываете деньги, и вам говорят, что вы будете инвестировать в Турцию, вы будете покупать квартиру, потом эта квартира вам будет сколько-то процентов приносить доход. Я лично на своём опыте убедился вот вчера и позавчера. Я прям считал часы, когда мы просто оттуда уедем, ну, там просто, просто неприятно было находиться. И мы изначально, когда туда приехали, мы поняли, что там как бы некомфортно, и я сразу написал по году, я говорю, мы не хотим здесь находиться, я говорю, отмените. А они сказали, что типа это бронирование нельзя отменить. Я подумал, ну ладно, вроде бы мы там всё теплоту создали, тепло. И вчера я когда пришёл, это уже последняя капля была, когда нет электричества, нет воды, и вообще ничего нет, и люди все ходят, как привидения. Там даже вот, мы вчера ездили, позавчера ездили по каким-то деревенькам, какие-то заброшенные, вообще там, я не знаю, 50 километров туда, 50 километров сюда, в обе стороны, никого нет. И всё равно там, когда освещается, эта улица всё подсвечивается, а там элементарно даже, вот, освещения нет. Во-первых, асфальта нет, во-вторых, ещё освещения нет. И нет никакой экономии. То есть, вы думаете, что вы снимете квартиру надолго, вы там что-то сэкономите, на самом деле, это всё чушь. Вы можете в пятизвёздочном отеле за 800 лир с завтраком и с ужином спокойно отдыхать. Я думал, то, что мы тоже там что-то сэкономим, на самом деле, это не так. Каждый поход в магазин, это 300-400 лир, 20 долларов. И в день надо ходить как минимум один-два раза. Вот и прибавьте. 800 лир, это только два раза в магазин сходить. И поэтому, вообще, в этом никакого смысла нет. Вы приезжаете в отель, вас там развлекают, музыку вам включают, вы можете в спа сходить, в хамам. Каждый день у вас убираются в номере по любым вопросам. Телефон позвонили на ресепшн, любой вопрос вам решат. Парковка есть. Вы можете даже просто прийти на ресепшн, бросить свои ключи, и они будут сами её парковать. Вам вообще не надо ни о чём беспокоиться. Вы просто должны сконцентрироваться на отдыхе, и всё. И больше, по сути, там даже и делать ничего не надо. Когда вы приезжаете в квартиру, у вас начинаются заботы, где пойти взять то, где пойти взять и это, где ещё что-то. И я уже подумал потом, что мне надо было просто эти вещи взять, сдать в прачечную, или просто их выкинуть, и пойти купить новые, и было бы намного проще. Вы можете вообще в Турцию приезжать без вещей. Здесь Турция, это вообще страна тряпок. Здесь всегда она славилась хорошим, качественным пошивом вещей, качественными, качественными, недорогими вещами. Вы можете прийти за 10 долларов купить кофту, и какие-то брюки вообще спокойно, очень качественные. И здесь постоянно ещё скейтки, вот эти все магазины, LC, Yikiki, Koton, это всё это турецкие магазины. И помимо этого здесь ещё очень много разных магазинов. Вот, мы сейчас едем в каньон в сторону Сиде, мы уже третий день туда едем. Первый раз мы туда ездили смотреть мост, под вечер кое-как его нашли. Вчера мы ездили смотреть там древний город Аспендос. И сейчас мы опять туда в третий раз едем, ещё там одна достопримечательность. Конечно, было бы лучше, чтобы мы там где-то жили либо в Сиде, либо ещё в том где-то районе. Мы бы это всё за один день посмотрели. Ну, либо за один, либо за два дня бы посмотрели. неважно. У нас были дожди два или три дня, и сейчас вот такая вот солнечная погода, конечно, лучше было бы пойти позагорать, но холодный ветер ещё дует, и может надуть что-нибудь нехорошее. поэтому мы сейчас поедем посмотрим каньон, и я не знаю у кого какой опыт, но вот я останавливался, один раз мы останавливались на горе, под нами жили хозяева. Мне там в принципе тоже особо не понравилось, потому что там наоборот, здесь хозяин просто не отвечает часами или там днями, а тот хозяин я только забронировал, он мне через 5 минут написал, потому что там мой номер вышел на WhatsApp, когда вы приедете, когда вас ждать, где вас встретить, что вам приготовить, давайте я вам приготовлю барбекю, давайте я вас отвезу туда, давайте я сделаю то, давайте я сделаю это, я еду по трассе, а он мне эти сообщения сыпет без остановки, я не могу понять, что там случилось, а это оказывается, он мне пишет и пишет и пишет, написывает, вот, а здесь в этом случае, вот когда мы жили вчера, здесь просто какое-то агентство и у них куча квартир и они, ну просто людям никак не отвечают, никак на них не реагируют и по сути обойти тоже все равно, потому что ну по сути они как бы ничего не нарушают, но я думаю, не допускается, конечно же, предоставлять квартиру без освещения и без воды вообще, то есть ладно, было бы, не было бы, допустим, там горячей воды, ее там можно было бы как-то согреть на газе в кастрюле, но все равно, это когда вы путешествуете по Турции, вы видите такие роскошные места, такие роскошные отели, и вы приезжаете вот в такое дерьмо, вы просто понимаете, что вы там даже находиться не хотите и вы оттуда хотите убежать, вот, есть люди там, мы обратили внимание, там ребята с Украины, с России тоже жили, у них машина такая хорошая, там одни приезжали на Ауди, ну вот, что они там делают, я не знаю, то есть, возможно, они там купили квартиру, им уже как бы по сути деваться некуда, возможно, они там на месяц тоже вот как-то сняли по фотографиям, и теперь по сути, там, не знаю, как-то не могут плюнуть, и уехать оттуда, или как-то деньги свои забрать не могут, очень будьте осторожны с арендой квартир, потому что, ну вот, сколько у меня было опытов, ни один из них мне не понравился, от Австалара до Сиде мы с вами доедем, я, кстати, увидел в Сиде, там есть большое, очень большой mall, вот если мы будем сейчас ехать на запад, с левой стороны, вот с южной стороны от трассы 1-400, и в идеале, конечно, приезжать в Турцию с пустым чемоданом, можно даже вообще без чемодана приезжать сюда, покупать здесь все вещи, которые вам нужны, теплые, холодные, какие угодно, покупать здесь чемодан, а потом, по сути, даже можно эти вещи и не стирать, выбрасывать, потому что, ну, грубо говоря, если вы месяц уже ходите, вы уже затаскиваете, и там тряпка какая-то стоит 10 долларов, вы ее можете просто выкинуть и все, ее даже смысла нет стирать, потому что в прачечной постирать кофту или штаны там, по-моему, 5 долларов будет стоить. Наверное, где-то еще есть в Турции прачечные общественные лаундри, типа как в Америке, но я таки не встречал здесь и не знаю, да, вот эти вот, кто все на автодомах, на яхтах путешествуют, скорее всего, где-то в маринах должны быть еще прачечные, я не задавался этим вопросом, потому что мы возили, 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 у нас накопился мешок вещей, я вообще без задней мысли думал, что я приеду в квартиру и это будет как где-то в Европе, то есть квартира обшитая уже будет, мы обычно останавливались в таких местах, в Японии мы останавливались и мы приходили там все, даже в некоторых местах даже еда была или вино даже было и естественно все моющие средства, все специи были, то есть мы приходили, грубо говоря, как себе домой, возможно, здесь тоже как-то можно найти такое место, если вам повезет, ну лично я сомневаюсь, потому что в Турции любят чистоту, порядок и они как только что-то видят там, они сразу выкидывают, у нас в ресторанах вообще я не знаю как с этим бороться, вот в селении, мы еще не успеваем до конца съесть, там у нас чуть-чуть остается, они сразу подбегают, моментально забирают тарелки, прям у них вообще прям какой-то рейд, я читал отзыв про отель Нирвана и там очень одного туриста беспокоило, в Ютьюбе я видел, что он говорил, что типа вовремя тарелки не убирают, так как быстро у нас убирают, наверное, нигде не убирают и в общем они в Турции любят вот так вот эти тарелки, они у них стоят и вернее не любят в общем в Турции они не любят когда вот так вот тарелки или еда еще что-то стоит, они это сразу все выкидывают, даже вот в этом где мы жили вместе, мы там собаку пытались накормить, кошек накормить и короче говоря, этот там есть уборщик, который это все сразу убирает и все сразу выходит, выбрасывает, мне нравится, что типа это лежит там типа собачьей, да. а кстати кота нам пришлось там оставить, потому что мы его два дня возили котенка и мы думали где, куда его, мы пробовали его адаптировать где-то в местах, но куда бы мы его не привозили, везде его принимать не хотят, они сразу лапами начинают друг друга бить, и я его даже на руках держал, все равно его другие коты, другие эти кошки, они его пытались обидеть, как-то за ним погнаться и плюс ко всему еще собаки, мы думали его вселенную отвезти, но я так понял, что его оттуда подгонят местные эти коты или кто там живет, кошки и в общем нам пришлось его там же оставить, где он жил, ему там везде по всем углам рассовали пельмени эти турецкие манты, потом очень много, где-то полкилограмма, потом там йогурт тоже ему этот раскидали, все разбросали и в общем пришлось его там оставить дома, но там тоже есть места, диванчики, сидушечки, где он в принципе может спать и в любом случае это большой комплекс, я думаю рано или поздно его заселят, и там улучшить люди, а еще там нет интернета, то есть вы когда приходите, первое разочарование, это что, интернета, не самое первое, конечно, одно из первых разочарований, это то, что там не было интернета, ну вот как вот вы приезжаете в квартиру, а там нет интернета, он говорит, я могу вам привезти модем 200 лирс на неделю, я говорю, да у нас есть мобильный интернет, но мобильный интернет там не работает, потому что сам комплекс находится в яме, и там вышек еще нет, еще ничего не настроили, то есть там по сути ничего нет, телевизор не работает, ничего не работает, то есть вы грубо говоря просто приезжаете в новый дом, который вам надо обшивать, еще что-то, и нет гарантии, что вы не попадете именно в такое место, поэтому нужно как-то селиться, либо надеть сначала, либо как-то, я не знаю, ну два дня хотя, понимать хотите вы там жить или нет, а потом уже принимать решение оставаться там или нет, но здесь есть риски, что могут это забронировать объекты этого проживания, а еще плюс ко всему нужно платить за уборку в некоторых местах, то есть когда вы арендуете квартиру, вам нужно оплачивать за уборку, то есть там есть фи, по-моему, 600 или 800 лир, они берут в некоторых местах за уборку, здесь, по-моему, у нас ничего не взяли, но здесь, как бы, и вообще нет ни за что было брать, это вообще одно из самых, вообще, наверное, отвратительных мест в Турции, которые я посещал, квартира новая, все новое, там все было, чашки, вилки, ложки, все, вся мебель, новая, но желания там вообще оставаться никакого у меня не было, просто, и все, все чисто, все, но вот то, что нет тепла, и нет, допустим, там, допустим, горячей воды, холодной воды, и это все там испортило. Вот сейчас мы с вами уже подъезжаем потихонечку к Сиде, здесь, видимо, вот эти мосты начались, и где-то там будет мост. Еще, что я вам про кота хотел сказать, что мы думали его забрать в отель, вот в эту селену, но там, к сожалению, нельзя проживать с животными, они не принимают животных, и нельзя там даже с детьми проживать. Вообще, в Турции есть отели pet-friendly, в которые можно привозить животных, но их очень мало, наверное, 5 или 10% только из всех. Ну, и, соответственно, там эти отели, они будут какие-то такие либо типа бунгало, либо еще что-то, чтобы животное могло в любой момент, ну, не в туалет, грубо говоря, там где-то ходить, а вот как-то на улицу выйти, в общем, все эти дела свои сделать. В Турции очень любят кошек, собак, но, конечно, нужно понимать, что кошка это дикое животное, уличное, и, естественно, ей будет хорошо, ей будет намного лучше жить, может быть, даже где она сейчас живет, чем где-то там в бетонных стенах, да и на кровати ей не побегать, не попрыгать, никому там не половить, ничего. Поэтому мы решили вот эту вот эпопею с этим котом закончить. Мы еще почитаем, может быть, если не сложно будет сделать какие-то прививки там, я не знаю, как это называется, и, может быть, мы его заберем в Алмату, там какой-то паспорт, нужно сделать еще что-то. Пока он там, короче, живет, может быть, мы приедем, но мы разговаривали, там девочки говорят, его кормят. А вот вот этот вот Алтлет, это, ну, не совсем такой Алтлет. В Турции, когда вы видите название Алтлет, там, может быть, это не совсем Алтлет, а просто турки-перекупщики собрались, а это прям вот настоящий Алтлет. Видите, здесь все бренды, H&M, Сиба, Акики, все здесь есть. Вот, он называется Новомол, Манавгат. Это Манавгат, это, по-моему, провиция, И вот сейчас мы уже километров через пять будем в Сиде. То есть сейчас повернуть налево и поехать в сторону моря, там будет храм Аполлона, вот эти вот все достопримечательности Сиде. Ну, чуть позже. Ведь вот эти все мосты, это вот как раз говорит о том, что здесь уже начинается город и мы сейчас эти все будем объезжать. Видите, как в Турции классно они строят. Если они строят трассу, то они обязательно строят, но все они не делают перекрестки, они строят мосты. И вот мы с вами сколько едем уже полчаса, наверное, сколько мы километров тридцать проехали, сорок. Мы только на одном светофоре с вами останавливались. Да, вот сейчас чуть дальше туда слева будет уже начинаться Сиде. Сиде с восточной стороны начинается после храма Аполлона как раз таки. Вот. Поэтому в Турции вы можете вообще все найти. Одежду можете найти, кошек можете найти, щенков здесь сколько угодно. Здесь их никак не истребляют, в некоторых городах их отлавливают, просто стерилизуют и они дальше бегают, потом жирнеют. А вот в таких вот городах я не видел жирных собак. Самые жирные собаки были в Бодруме. Прям вообще невероятно жирные собаки. Таких вообще собак наверное нигде больше в Турции нет. Они просто там как бочки какие-то, почонки, как буфики какие-то. Им даже ходить, гавкать, лаять тяжело. У нас здесь будут на пути по всей видимости даже два каньона. Капрулу каньон и Селч еще какая-то достопримечательность. Я вам напоминаю вот эти коричневые вывески на дорогах, они информируют о том, что здесь на пути вы можете посетить какие-то туристические достопримечательности. Это не обязательно будут руины или развалины. Это может быть каньон, может быть базар, может быть вообще все что угодно связано с туризмом. Это коричневое вот такое. Ну и конечно же будут такие здесь виды живописные разные. Но дорога скорее всего у нас будет все вот эти вот 50 километров может быть чуть меньше. А вот такая потому что навигация час показывает. Это мы должны ехать 60 километров в час. очень много зелени у них здесь в этой части. Оливковые рощи. Ну красиво конечно красиво в Турции очень красиво. И так когда едете куда-то в горы неважно куда всегда вы увидите на трассе вот таких вот собак. Причем ехать в любом направлении вот ехать в любом направлении примерно 30-40 километров и там вон еще одна собака есть. Мы всегда берем с собой угощение. Вот в таких местах можно всегда смело набирать воду. Это горная вода чистая. Если есть вот такой паильничек родничок то там чистая вода. Первая собака и где-то я здесь еще видел. А где друг твой? Здесь конечно же очень красивые виды. Прям дорога вот так вот идет. Видите как красиво в небеса во-первых. Во-вторых знают что здесь коровы обстреляны с ружья. И там снежные горы заснеженные в Пекине. Тут все очень красиво природа конечно же. Это во-вторых. А в-третьих у нас сейчас здесь на спидометре уже будет пять четверок. Мы с вами намотали. Я когда взял было 42 тысячи уже две с половиной тысячи из трех с половиной которые нам можно попроехать. Видите лес прям вот такой вот тремучий лес. мы один раз в таком лесу искали мост. А здесь вот эти козлы горные козлы они прям вот скачут они не боятся высоты во-первых во-вторых они без пастуха сами по себе шарохнутся здесь. удивительное место Турция конечно мой конечно одно удовольствие путешествовать потому что туристов на исторических достопримечательностях практически нет не жарко и летом да здесь можно покупаться в море позагорать но зимой тоже есть в некоторых отелях бассейны с подогревами с морской водой поэтому в принципе можно приехать и остановиться в этих отелях также в морской воде покупаться а зимой во-первых цены ниже во-вторых нет туристов толп вот этих сумасшедших и цены намного ниже вот дремучий прям дремучий лес если соберетесь куда-то сюда ехать особенно летом здесь лучше селиться здесь можно найти либо какой-то отель либо дом какой-то гостевой и прям здесь поселиться и здесь много достопримечательностей и плюс ко всему вот с левой стороны река течет такая нормальная широкая и здесь с рафтингом еще плюс ко всему можно заниматься вот мечеть естественно в любом даже самом маленьком поселении даже если два дома будут стоять будет мечеть не таких больших размеров но она будет мы сейчас здесь пытаемся найти магазин чтобы купить батоны для собак и поедем дальше вот видите здесь в принципе аскур фэмили хаос но вот это вот опять же фэмили хаос это вот про то что я вам говорю это семейный какой-то дом вы там можете поселиться пожить все да но это чревато где-то где-то в центре будет обязательно вот такой вот магазин с багетами и вы можете купить там 4 багета за 20 лир 4 вот таких вот багета они даже сюда не помещаются очень большие и все это стоит 4 багета 16 лир всего лишь это меньше 1 доллара грубо говоря 1 багет 100 тенге даже меньше естественно у нас в алмаде таких цен нет во первых они хрустящие такие вкусные похоже что-то между нашими и наверное какими-то такими французскими но у нас они обычно такие какие-то такие вот мягкие как кубка а у этих корочка хрустящая очень вкусная а внутри мягкий и он такой воздушный я иногда покупаю в этом в магазине и до кассы дохожу уже пол батона багета и съедаю и продавщица говорит вы хотите за это заплатить я говорю да она не может понять что я его съел вот эти вот все виды мне чем-то напоминают францию там тоже можно иногда такое встретить конечно она будет более такое цивильное все ну все равно естественно там и цены будут другие по сути ландшафты они европейские очень похожи потому что пояс 1 и ландшафт тоже очень похож вот но там все будет стоить намного больше то есть остановиться купить один багет он будет стоить либо евро либо хотя бы пол евро ну там и вкус конечно другой там можно в принципе во франции жить только на сырах я тогда читал там несколько сотен видов сыров и багеты тоже у них там разные вот а вот эта вот штучка это спускалка типа тарзанки на ней можно спускаться и туда вот в речку сейчас она по-моему не работает здесь очень широкая речка с левой стороны течет такие вот каталки есть зиплайны на которых можно кататься это самая длинная в Европе 2000 метров и самая высокая 410 метров но я думаю сейчас на ней прохладно будет кататься потому что здесь 17 градусов всего лишь и речка горный воздух прохладный нужно хорошо одеваться друзья нам надо было повернуть налево а я чуть проехал прямо и вот здесь вот такая дорога интересная справа здесь просто такой обрыв и все вот дорога идет вот я не знаю даже сколько здесь две машины с трудом разъедутся а это такой камень плетняк как мы наполстелем здесь прям целые горы скалы его можно бесконечно здесь добывать грубо говоря у меня под ногами воздух просто ничего нету я не знаю на чем это вообще дорога здесь держится потому что там справа постоянно речка подмывает вот здесь у нас первые кадры значит этого каньона я прям стою на мосту говорят нельзя на мосту стоять но этот железобетонный мост очень надежный на все это вот автобус поехал с польскими номерами ребята с Польши путешествуют это прям у них автобус такой там полностью все приспособлено для жизни вот здесь вот по-моему цветочки растут это похоже на тюльпаны и вот никто же их не вырвал вот растут они растут а там прям лес такой дремучий ну никак не пройти мачете нужна едем вот уже километров 10 наверное по вот этой вот дороге здесь по горам здесь такой серпантин вообще невероятный там высота я даже не знаю сколько тысяч метров вот такая высота в общем что я хочу сказать что это дорога она просто ведет типа как каньон и все и вот никто здесь кроме нас по сути даже не ездит и в горах на самом деле очень сложно строить дороги особенно вот в таких вот горах и здесь по сути рядом даже нет ничего больше а уже снежные горы совсем близко и все все равно вот они здесь построили вот так вот дороги все есть постоянный набор высоты и здесь леса и вот так вот в горах и она такая широкая здесь две машины могут разъехаться вот ее построили как-то вот я не знаю получается ее построили только для тех людей которые в каньон хотят приехать ну эту дорогу очень тяжело построить было я вам хочу сказать видите здесь они прорубали лес прорубали вот эти вот скалы здесь очень много техники было задействовано и она нормальная дорога такая дорога но две машины да с трудом разъедутся и вот здесь вот справа все там обрыв наверное на тысячу метров вниз как минимум да здесь же деревья что растут нет на праву ну сверни чуть-чуть ну ты че блин ну зачем по краю ох да я показать людям хочу как красиво в общем слабонервные если вы лучше не ехать сюда здесь можно снимать в аренду арендовать квадроциклы и вот они видите сделали столы вот такие вот каменные на на Субтитры делал DimaTorzok В общем прелести асфальтированные дороги хорошие закончились там наверху и там можно арендовать за 10 долларов квадроцикл это конечно же очень мало но здесь дело в том что во-первых температура до 14 градусов опустилась и я просто не хочу здесь рисковать здоровьем своим во-первых во-вторых машина она намного безопаснее чем квадроцикл и плюс ко всему у меня там еще все вещи мои дроны еда я в любой момент могу куртку надеть другую обувь поменять это намного удобней ну а так вообще было бы наверное прикольно покататься здесь если бы не 14 градусов за бортом потому что когда мы едем в машине печка дует все хорошо а когда на квадроцикле чуть другое в общем полтора километра нужно будет вот по такой дороге ехать почти два у нас это королла как квадроцикл потому что мы на ней заезжали в такие места где люди писали в отзывах что только на джипе проехать можно в мире самый высокий европа самый длинный это безопасно конечно безопасно а скорость 130 километров в час до скорость зависит от вашего веса а если человек вы например 85 килограмм у вас будет скорость 90 это первый 550 метров разгоняется а потом полтора километра летим плавно пусть ваша машина остается здесь мы вас везем катаем везем назад это все занимает 20 минут 20 минут но все рублями платить можете карточки можете турецкими как вам будет удобно 75 долларов с одного человека до человека понятно понятно и это без остановки до как будет одна линия одна линия 2000 метров до 1960 метров а как вы это построили вертолетом секрет до руками я понял молодцы очень круто во время пандемии мы его построили очень круто здесь рядом с каньона и как раз там гнезда орлов одновременно вы видите орлов тоже орлы тоже будут у нас охотиться до а вы с грузии до грузии молодой человек а я в следующем году поеду из казахстана через россию через грузию сюда я обещаю я к вам приеду я сейчас не хочу потому что холодно сейчас у меня развеска разведка да 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 из казахстана да из алматы рад познакомиться спасибо что вы построили такое аттракцион здесь и ну вы молодцы стараемся молодцы молодцы это у каждого дерева номер есть они следят за ним до а я понял понял ну да следующий год будет строиться там на каньоне мост ага кафе ресторанчики а пометили пометки те которые будут мешать чтобы их можно рубить а здесь лепешки готовят да и каждое дерево она помечена государство пришло здесь и каждое дерево она пронумеровано и видимо разрешение дали только некоторые деревья снести и скорее всего их заставят это все компенсировать конечно же ну прям как у нас в казахстане завораживающие виды здесь вот так вот никаких оградок ничего такого нет люди просто здесь ходят и все ничего не боятся вот мы только приехали и туча вот это вот она нам загородила солнце прям такие здесь есть места можно вот прямо подойти вот так вот на такой камень видите он еще на две части рассыпается и прям встать вот вот так вот я думаю высота около 1000 метров наверно вниз деревья растут на самом деле очень много красивых мест интересных где можно остановиться сделать вот на пикничок сделать фотографии красивые и ну вот сейчас мы приехали оттуда здесь еще есть римский город я надеюсь мы его сейчас найдем римский мост 22 метра высота я так понимаю а люк бридж это вот все как они в турции любят вот так вот на краешке скалы построить как-то мост вообще непонятно как чудесным каким-то образом так высоко как римли не могли его построить для меня вообще загадка они не могли никак здесь эту речку перекрыть течение не могли перекрыть до сих пор он стоит там нет ни железа ничего какой-то древний цемент есть но ведь они еще тогда сразу делали чтобы вода там на нем не собиралась не портила вода отводы капец здесь высота просто невероятно он еще достаточно длинный такой продолжитель туда по моему тоже можно поехать на машине там наверное старый город какой-то машина скорее всего не проедет я даже пробовать не буду он же древний как я здесь на нем проеду на машине он даже не был на это рассчитан здесь на каком-то мопеде на коне можно проскакать а на машине нет летом наверное здесь очередь будет этот пост посмотреть пробка затор нам надо быть 6 часов в отеле поэтому возвращаемся только что нам навстречу проехал пикап и но местные и они проехали по этому мосту представляете мост римский 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 мост не знаю сколько тысячи лет может быть даже больше тысячи лет этому мосту каменный мост не усилены ничего не там не шелезя чечки ничего нету обрыв 20 метров в речку по нему джепут ездить пикапы это тоже акведук скорее всего или может быть мост и вот здесь тоже были арки и вот они все рассыпались потому что он на одном камушке вся эта конструкция держится на верхнем клинушке если его убрать то полностью мост разрушится а там горы посмотрите какие красивые заснеженные горы а скорее всего это с гор вода текла наверное там какой-то древний город есть старый мы до него не доехали нас приглашают конечно же как всегда заходите поешьте лепешек поешьте лепешек чая попейте помимо этого каньона есть еще этот город селгер это все там рядом вот поэтому мосту по которому я не проехал если я не ошибаюсь то там находится вот как раз таки этот город древний римский и анфитеатр на 20 тысяч человек конечно желательно где-то здесь либо рядом селиться либо прям там ночевать и можно все успеть посмотреть потому что нужно наверное даже два дня чтобы вот эти достопримечательности все как следует посмотреть исследовать и место интересная туда я думаю обязательно летом вернусь покатаюсь вот на этой вот тарзанке и погуляю там посмотрю все как следует изучу летом вернулись опять вселену и вот здесь все классно только не считая гигантского количества сейчас трехугольные команды их тима они приехали с еще откуда-то один автобус и в общем они здесь каждый обед тренируются раскидали здесь свою обувь как всегда вот эти игрушки свои здесь разбросали им не хватает места в номерах поэтому они это все в коридорах хранят и вот кипиш такой постоянно с футболистами все равно здесь всегда очень классно я когда сюда приезжаю я здесь себя очень комфортно чувствую в этом отеле как будто бы домой приезжаю всегда сюда и еще из-за такого большого количества футболистов сейчас отель поднял немного цены само мало я здесь платил 800 лир чуть меньше даже 800 лир за ночь за двоих завтраком и с ужином а сейчас мы платим около 1000 в любом случае это намного меньше и намного выгоднее получается чем мы жили за 600 лир вот в этой квартире идиотской несмотря на то что зима у первых спортсменов очень много людей с ним получается здесь накрыли каждый раз они по-разному накрывают сегодня так и грубо говоря наверно 30 процентов граба 30 процентов заняты зала ресторан вот короче говоря пфк героя еще локомотив софия и поэтому здесь так мало ли тебе так много людей сейчас мы сюда обычно приходим когда уже ресторан практически закрывается они могут полно перейти мы 8 8 30 приходим и спокойно каждый вечер снятие проходит либо живое выступление либо тенге играет либо может быть даже караоке вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...